Здравствуйте, как ваше самочувствие сегодня? Вы знаете, доктор, с каждым днём всё лучше и лучше. Этому оптимистичному мужчине 71. Он ведёт здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек. Несмотря на это, пережил два инфаркта, а сейчас стал пациентом регионального центра ХСН. Здесь спасают больных с хронической сердечной недостаточностью. Всегда попал в крайне тяжёлом состоянии. Меня на скорой привезли. Я очень замёрз. Меня в одеяло, прям в три одеяла закутали ребята. Оперативно, понимаете? Я не мог ни дышать, ни двигаться. Сначала была реанимация, теперь качественная терапия, благодаря чему Анатолий Владимирович стал чувствовать себя гораздо лучше. На фоне проводимой терапии динамика у вас положительная. Показатели УЗИ сердца стали значительно лучше. В частности, фракция выброса стала лучше. К слову, центр, где занимаются такой болезнью, единственный не только в крае, но и в стране. Благодаря слаженной работе, говорят врачи, удаётся оказывать помощь тяжёлым пациентам. Каждый пациент может позвонить и сказать в трубку «мне плохо». И ему доктор на другом конце телефона ответит «приезжайте». То есть такой возможности сегодня пациент не имеет получить в каких-то других структурах, потому что это бесконечное получение талонов, запись к врачам, дефицит врачебных кадров и так далее. Поэтому мы пошли путём повышения доступности помощи нашим тяжёлым пациентам. Ишемический анамнез ранее у неё имеется, инфаркты, инсульты в анамнезе, госпитализации в кардиологические отделения. Благодаря колл-центру люди с заболеванием сердца могут из любой точки региона получить своевременную помощь. При подозрении на острый коронарный синдром или нарушение ритма врач или фельдшер из ФАПы, из поликлиники звонит нам по телефону. Мы определяем диагноз, вырабатываем тактику ведения пациента, оказание помощи и определяем маршрутизацию. Такие решения в области кардиологии позволили снизить региональные показатели смертности от болезни сердца. И это при том, что ситуацию осложнила коронавирусная инфекция. Ковид плюс инфаркт у них, как правило, высокий риск тромбоза стента. Мы установили стент, и риск тромбоза у него высокий. У нас порядка 7% больных, стентированных на ковиде, у которых выявлен потом тромбоз. Их брали в операционную повторно, оказывали им помощь, ставили еще стент, убирали тромб. Это достаточно сложные и тяжелые больные. Оказывается, помощь тоже высокотехнологичная в Рубцовском медико-географическом округе. А это 13 районов. То же самое в Бийском медико-географическом округе. И это тоже улучшение доступности и качества оказания помощи кардиологическим больным. Или приехать с Волчики в Рубцовск, или приехать в Барнаул. Это все и быстрота, и качество, и, конечно, удобно. Врачи уверены, центр поможет улучшить качество оказания помощи больным с хронической сердечно-недостаточностью. А значит, динамика показателей смертности будет двигаться только в положительную сторону. София Яценко, Данил Захаров. День с толком.